Добрый день, портал Инсургент, с нами группа Гравейтед. Здравствуйте. Добрый вечер. Только что было ваше выступление, как впечатление? Охренительное, как всегда. Мы любим выступать на сцене с полной самоотдачей, так чтобы кости, мышцы, каждый сосуд разрушался на сцене, понимаете? Как вам публика? Публика, на удивление, в этот раз на наше выступление нормальная попалась. Она была живая, а там 3-4 человека как-то двигались активно, остальные более-менее. Ну, в общем, все хорошо было. Сказали на этот раз, а были какие-то другие случаи? До этого были выступления, но народ в наш 21 век менее подвижный, он стоит больше на местах и смотрит, люди глазами больше любят. Ленивая публика пошла? Да, совершенно верно. А следующее выступление когда планируете? В октябре, где-то в середине октября, в одном из клубов, где мы уже выступали, мы пока не уверены насчет этого. А ближайшие творческие планы? Записать еще одну нашу песню, одна уже есть, лимб, вы можете послушать ее, кстати, у нас в группе ВКонтакте. Там слово игролетит, оно не распространенное, сразу как бы на нас выйдете, если забьете это слово. Как переводится название? Оно множество смыслов имеет, нет никакого одного определенного, знаете, самое ужасное, самое худшее, что у вас в жизни есть, или вообще все самое плохое, то что есть в мире вообще. Просто это очень плохо, прям ниже плинтуса, в этом весь смысл. Именно такое название решили? Да, да. Мы больше атмосферу вокруг сделали, а не конкретики в этом названии. А о чем ваши песни? Песни о многом. Одна из песен была о том, как обычные солдаты являются марионетками в руках правительства, и то, что каждый должен это осознать, и если он не может жить без вратного дела, он должен сражаться за себя хотя бы, не быть марионеткой. Большинство, я не знаю, о безумии, о хаосе, в моей голове, в его голове, в его голове, это личное больше. Клипы планируете снимать? Да, да, до этого руки доберутся рано или поздно. Есть идеи, наброски и все такое, но пока до этого далековато еще. То есть не скоро? А альбом когда планируете записать? Альбом планируем записать так, как только у нас появятся люди, которые с нами сотрудничать, захотят и помогут нам в этом деле. Пока мы только пошагово по одной песне будем собирать, прям вот покрупиться. А сколько существует ваша группа? С конца 2016 года, мы достаточно молоды еще. А постоянный состав ваш? Это да, постоянный состав. Не менялся никогда? Нет. А почему песни на английском языке? Нам это больше подходит. Англоязычные песни, знаете, он такой язык, его легче петь, тянуть, слова какие-то не нужно, точнее буквы не нужно какие-то проговаривать. Нам это больше подходит. Мы вот решили, что будем петь на английском. Русскоязычных, ну в России много групп русскоязычных. Мы хотели как-то немножко выделиться на английском петь. Сегодня очень много групп, все почти по-английски поют, я вот заметила. Совпадение. А тексты вы пишете? Тексты пишу я, он. Вот мы в основном вдвоем этим занимаемся. А кто вот автор грима вашего, вот вы коллективно придумали или каждый сам себе образ? Все концепции отдельно, ну в плане одежды, тонов, оттенков придумывал я. Весь свой образ он сам себе придумал. Моя идея, тоже моя идея. И я сам моя идея. Вот этот у нас креативненький парень. А линзы все время разные, да? Это фишка такая. Ну они не разные, они одни и те же все время. Не, я имею в виду, что в разные глаза разный цвет линз. У него, да, потому что подчеркивает какие-то свои определенные концепции, своего как-то подчеркнуть хочет. Долго, много уходит времени на макияж, на все? Нет, быстро у нас. Девочки нас гримируют, они профессионалки в своем деле. Их две, они нас буквально за 20-25 минут могут абсолютно быстро нагремить. А вы всегда в гриме выступали? Всегда в образах, совершенно всегда. Не приветствуем выступления в обычной одежде. Знаете, вот полно ребят, на которых вы можете посмотреть в джинсиках, в футболочках. А мы типа вот одни такие, скроем все эти недостатки свои. И покажем вам то, что хотим видеть сами. А какие образы, может там, фильмы или другие музыканты повлияли на вас, что вы решили такой образ выбрать себе? Ой, ну как сказать, образ мы ни с кого не копировали, но мы вдохновлялись группами Мадвейн, Слепнот, Американ Хэд Чардж. Это все такие банды начала нулевых и конца 90-х, которые хотели выделиться и не быть, вот, как все группы в джинсах, в футболке, как обычная, ну в обычной одежде. Вот они кумиры наши, можно так сказать. А как давно вы поняли, что хотите заниматься музыкой? Так, я понял это в 16 лет. В 13 лет. Где-то в 14. Он не помнит. А с кем бы вы хотели на одной сцене выступить? Этих групп, с честь не перечесть. В основном все это зарубежные американские банды, которые из провинциальных городков вот до самых верхов добрались. Это все группы, которые вы знаете, слышали о них, вот, вот, они всегда у вас на слуху. Если вам скажут название, вы скажете, я слышал об этой группе. Я могу перечислить название, но это будет, займет много времени просто. Примерно 2-3. Начнем с Дефтонс, начнем со Слепнот. Я не против выступить на одной сцене с Рамштайн. Я не против выступить с большинством крупных групп, которые захотят нас увидеть вот у себя на разогреве или как специальных гостей. Сулфлайк, вот, Корн, особенно, мы все любим Корн здесь. Он, 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 он. Прям боготворим, можно сказать. Я знаю, что вы еще участвуете в фестивале Ягер Мейзер, по-моему, так называется. А что предполагает это участие? Кто придумал участвовать в этом конкурсе, да? Ну, вот, что предполагает это участие? Вы участвовать там выступать будете или... Мы принимаем участие в конкурсе, где будут голосовать за группу. Мы хотим показать себя, хотим занять первое место, второе. Все места, какие есть, вообще хотим занять. Сколько этапов существует? Два, три этапа в конкурсе? Два этапа существует. В конце... Давай ты расскажи. В Миржензе два этапа. Первое голосование всех, второе голосование тоже всех. Просто уже пять команд выбираются из каждой страны. Но у нас возникла небольшая проблема с накруткой голосов. За минуту некоторые неизвестные группы набрали по 10-15 тысяч. Когда у более-менее известных было 800. Поэтому, скорее всего, участие в этом конкурсе у нас не под вопросом, а исключается. А так это участие тоже концерты, группы, вот как сейчас, такого же формата? Это просто голосование песен. Ты выкладываешь в сети, они лайкают. Главный приз это клип, остальные призы это деньги. Клип, да, главный приз? Ну, получается, что так. Спасибо большое вам за интервью, удачи вам, до свидания.